всем привет сегодня будет необычный практический сюжет на такую интересную тему как замедление времени да это снова старый шкаф на улицу холодно все наверно слышали от более старшего поколения что вот годы летят незаметно как один миг с другой же стороны наверное у каждого человека был такой опыт когда оказалось что время просто остановилась это могло происходить в стрессовых ситуациях могло происходить на скучных лекциях на парах в очередях даже после употребления каких-нибудь веществ типа алкоголя или марихуаны для понимания этот эффект часто упоминается в теории относительности Эйнштейна когда для двух объектов двигающихся с разной скоростью время идет по-разному по-разному в зависимости от скорости и чем быстрее движется объект тем медленнее для него тикают часики ну если совсем утрировано если вы едете на машине 100 километров в час а рядом идет человек по обочине пешком то на какие-то там миллиардные доли процента вы будете стареть медленнее чем человек идущий пешком с точки зрения мозга когда мы говорим о замедлении времени вот то что будет в сегодняшнем выпуске мы не говорим о замедлении вот этого всего абстрактного понятия времени которое там нас окружают везде мы говорим о замедлении восприятия времени с помощью мозга вспомните момент когда вы были просто на волоске от попадания в какую-то неприятность такой супер стрессовый момент возможно это вероятное дтп падение откуда-нибудь или получение какой-то другой травмы вот в этот момент если вы сейчас хорошо это вспомните то казалось что время будто остановилась она намного медленнее двигалась что это откуда это берется откуда такой эффект замедления времени как слоумо данных мрт в такие моменты понятное дело не найти но есть теория что электрическая активность мозга примерно равна как при эпилептическом припадке с другой же стороны время тянется медленно когда вам скучно когда вы узнаете что-то новое когда учитесь и разберем сначала стрессовый вариант и первая цепочка которую нужно понять почему замедление времени происходит это кортиколиберин адренокортикотропный гормон и дальше гормоны корыны от почечников когда информация о каком-то опасном объекте внезапном проникает через органы чувств в наш головной мозг и там обрабатывается появляется такое вещество как кортиколиберин оно дает старт всей движухи организма на мобилизацию этого самого организма дальше кортиколиберин попадает в гипофиз откуда появляется такой гормон как адренокортикотропный гормон он кстати уже оказывает некоторые ноотропные функции чтобы вы запомнили вот эту херню которая могла с вами произойти или произошла и что больше такого не было адренокортикотропный гормон дальше уже доходит до корына почечников и там выделяется кортизол и адреналин это такая упрощенная схема которая готовит организм к более быстрым реакциям когда они восприятие происходит быстрее а когда тело начинает более быстро реагировать на стрессовые ситуации и немножко ноотропные функции адренокортикотропного гормона это пептидный гормон кто не знает он состоит из определенной последовательности аминокислот и вот определенный фрагмент вот этого пептидного гормона это ноотропный препарат симакс еще раз именно выброс кортиколиберина дальше адренокортикотропного гормона и гормонов корына почечников ответственны за мобилизацию организма подготовку к более быстрым реакциям второй момент который проявляется в том что вы начинаете быстрее обрабатывать реальности это глутамат именно он по большей части ответственен за именно восприятие реальности в таком слоумо глутамат через активацию своих рецепторов нмда и ампа в основном он ускоряет передачу нервных импульсов по мозгу и получается что вы реально думаете быстрее на непродолжительное время у вас начинает мозг работать быстрее вы быстрее думаете быстрее анализируете быстрее принимаете решение и быстрее реализуете эти решения но если это будет происходить очень долго то это опасно можно сказать это гибель смерть нервных клеток представьте автомобиль который едет на своих там каких-то определенных оборотах но за доли секунды он может в несколько раз увеличить эти обороты и если это на небольшой промежуток времени возможно ничего страшного и не будет но если более длительно то кирдык двигателю те кто прыгали с парашютом отлично знают что время вот в момент свободного падения но чуть ли не останавливается и новички часто открывают парашюты раньше времени и из-за этого летят немножко по другой траектории есть и другие нейромедиаторы которые ответственны за вот это ускорение мышления но вот глутамат это как такая база которая проявляется именно вот в стрессовых ситуациях когда все в слоуму происходит второй популярный вариант когда время замедляется это когда дико скучно тут у нас главенствует дофамин парадокс в том что дофамин также главенствует когда вам очень интересно тут у нас есть такой момент психологии это называется смещенная активность если вам скучно вы хотите чем-то заняться но вы в силу каких-то причин не можете этим заняться как если на паре сидите то смешанная активность проявляется в том что вы начинаете что интересовать разбирать откручивать ручку с кем-нибудь разговаривать лишь бы не просто так сидеть мы дадим следующее определение предела последовательности число а называется пределом числовой последовательности xn тогда и третий популярный вариант когда время идет медленнее это когда все в новинку вообще в некоторых смыслах глутамат даже более важен чем от стилхолин он ответственен за долговременную потенциацию это долговременная память нашего мозга формирование новых связей между нервными клетками в сети очень популярен такой вопрос почему при употреблении марихуаны происходит замедление времени потому что марихуана воздействует как раз на систему глутамата ускоряя передачу нервных импульсов в мозге она также повышает дофамин у вас появляется больше мотивации и дальше есть у нас негативные моменты это как выключение можно сказать электрической активности в гиппокампе это часть мозга которая формирует кратковременную память и происходит снижение активности в таламок артикальном пути и получаем по итогу в некоторых отделах мозга мы быстрее думаем в некоторых у нас передача нервных импульсов замедляется мы более замотивированы и у нас полностью отсутствует кратковременной памяти переходим к самой важной наверное части это практика зная теорию можно выявить некоторые практические рекомендации которые помогут изменить восприятие времени и первая рекомендация которая актуальна только для краткосрочного периода это стресс ссылки на исследование в текстовой версии статьи в описании к видео смотрите в общем стресс примерно на 30 процентов замедляет восприятие времени с другой же стороны понятное дело что от степени стресса и от его продолжительности зависит и восприятие времени понятно что там когда вы смотрите какой-то ужастик все одно восприятие времени а если вы падаете в день самолета у вас будет совсем другое восприятие времени но суть в том что именно при стрессе происходит замедление восприятия времени мы примерно будем считать на 30 процентов продолжительное замедление времени это очень серьезная тема и некоторые моменты лучше записать ручкой там тезисами нейропсихолог дэвид иглман однажды сказал что чем лучше память о каком-то конкретном событии тем это событие по продолжительности на для нашего мозга кажется дольше это объясняет почему время идет дольше для более кажется что идет дольше для более старших людей а в детстве каждое лето кажется бесконечным чем больше известен мир тем меньше мозг записывает информации и тем быстрее проходит время подумайте над этим чем человек моложе тем больше у него первого опыта даже там в 20 лет если вы какой-нибудь там последний интроверт у вас все равно происходит какая-то движуха какие-то интересности в жизни происходит и новые первые открытия и чем старше человек становится тем больше в его жизни проявляется однообразие рутинных действий примерно один и тот же завтрак одна и та же кровать на которой он спит он уже не тусит где-то ночами пропадает он всегда находится в одном месте в одно и то же время проспается одни и те же коллеги на работе один и тот же маршрут до этой самой работы один и тот же начальник примерно похожая зарплата и так далее точно также когда мы в отпуске первые несколько дней кажутся очень длинными они очень насыщены очень интересные и под конец этих дней все обычно устают чуть-чуть проходит времени потом еще чуть времени и вот уже бах нужно лететь домой обратно как это происходит потому что во второй части поездки многие вещи становятся более знакомыми примерно похожий отель похожие завтраки но и другие там атрибуты инфраструктура и так далее в то время как в первые несколько дней все в новинку да даже если отбросить разные отпуска если в один день у вас было слишком много дел причем новых дел вы оказались в разных новых местах а в другой день у вас все происходило по шаблону по сценарию как и всегда то первый день будет казаться научно доказано намного дольше чем последующий поэтому самая главная практическая рекомендация как можно растянуть время новизна попробуйте каждый день на протяжении недели выписывать 5-10 пунктов новых моментов которые вы заметили вы могли раньше их не замечать но постарайтесь найти какие-то новые моменты даже в привычном про тему записи будет вообще отдельный сюжет из личного опыта тоже думаю на фоне шкафа вторая практическая рекомендация это включите в себе ребенка которому все интересно даже вы там супер умный у вас айкью 140 вы большой начальник олигарх неважно найдите то что вам интересно постарайтесь найти это возможно и своего детства что вас когда-то интересовало и попробуйте себя в этом немножко реализовать это не значит что нужно полностью сменять вид деятельности или что не такое но потратьте там пять минут в день например на вот эту деятельность хотя бы почитайте про нее в интернете что-то новое узнаете понятно что мы говорим об адекватных вещах о моральном поведении и совершенно неважно забьете вы на эту деятельность через месяц через два или у вас там другие интересы появятся или нет третья рекомендация больше эмоций исследование показало что когда люди смотрят картинки с выражением лиц других людей с эмоциями то субъективно людям кажутся картинки где показаны агрессивные или счастливые лица более долгими чем нейтральные то есть людям показывали там с интервалом например в секунду разные картинки но люди говорили что вот вот это злое лицо оно было дольше или вот это вот счастливая улыбчивая девушка была дольше нейтральные моменты быстро забываются и кажутся короче чем они есть в действительности дальше попробуйте сделать что-то необычное даже в обычной деятельности идете на работу пройдитесь другим маршрутом обедайте в одном месте попробуйте в другом месте пообедать поднимитесь на другой этаж своей конторке что нибудь такое что выбивает вас из колеи даже в привычных вещах в англоязычных источниках я видел рекомендации что можно даже переостановку квартире сделать ноутбук в другое место поставить на кухне какой-нибудь перестановку ну вот что-нибудь такое в некоторых данных была такая мысль что достижение того что вы давно хотели также тормозит время это нас опять возвращает к такой теме как достижение мелких целей всем сложно достигать что-то очень крупное поэтому можно оставить какие-то мелкие цели сегодня пропылесосить завтра еще что-то сделать и вот достижение таких мелких целей она тоже замедляет время чтобы прям сразу замедлить время можно воспользоваться такой техникой когда вы начинаете глубоко дышать оглядываетесь по сторонам и находите какой-нибудь предмет который вы не замечали раньше даже какой-нибудь винтик в двери или что-нибудь такое и дальше попробуйте представить мир глазами этого винтика то есть поставить себя на его место и попробовать еще какую-нибудь деталь малознакомую вот в этом вашем помещении найти время это иллюзия только сознание это реальность почему мы решили что за час может произойти только энное количество событий и не может больше или меньше только сознание определяет что спланировать и что начать делать и неважно потом получится это или нет за каких-то второстепенных причин никогда не забуду такой момент когда с друзьями гуляли в центре москвы уже было поздно и но мне на следующий день в 9 утра нужно было вылетать я у первого друга спрашиваю что как мы дальше поступим что мы дальше будем делать но он с таким недоумением посмотрел и сказал что сейчас только 12 ночи а вылет только в 9 утра и что можно еще пол ночи гулять и все будет хорошо потом подошел к другому другу то же самое у него спросил какие у него планы вообще дальше он ответил примерно теми же словами только все наоборот что уже 12 ночи и надо идти домой и вот вопрос если в одной минуте 60 секунд в одном часе и 60 минут почему для разных людей время это не одинаковая величина для одного человека 9 часов могут пройти как 20 а для другого 9 как час а зависит это как раз от соотношения различных веществ в нашем мозге и сегодня вы услышали рекомендации как можно изменить эти вещества в голове чтобы время стало более резиновое пройдемся по легальным таблеточкам для замедления времени в первую очередь это могут быть стимуляторы стимуляторы увеличивают количество действий деятельности в единицу времени но тут важно не попасть в ловушку рутинных действий тогда время будет идти так же быстро поэтому если идет прием стимуляторов то вот какие-то новые задачи новые цели новую деятельность и во вторую очередь это рацетамы пирацетам прамирацетам оксирацетам как пример дело в том что рацетамы они взаимодействуют с глутаматом через ампа и нмд рецепторы и там еще у них есть такое косвенное влияние на ацеталхолин в некоторых вот ну в целом мы получаем то что мозг чуть чуть быстрее думает быстрее обрабатывает информацию и время может идти чуть более медленно итог время это не константа с точки зрения мозга восприятие времени меняется от баланса различных веществ нашем мозге это стрессовые гормоны нейромедиаторы нейротрофические факторы и многие другие вещи о которых мы еще наверное не знаем самый мощный способ замедления времени для краткого периода это стресс ужастики картинг прыжки с парашютом спорт соревнования единоборства выступления перед большой публикой людей это все вызывает выброс стрессовых гормонов которые замедляют восприятие времени самый мощный способ замедления времени для использования на постоянной основе это новизна новые хобби новые привычки новые поездки в какие-то другие места города или страны память искажает воспоминания поэтому трава была не такая зеленая и небо было не такое серое как вам сейчас кажется всегда помните об этом и если повезет и доживете до старости то вы не будете говорить что вот годы летят незаметно потому что у вас будет куча воспоминаний куча жизненного опыта ваши условные там 80-100 лет будут такими же как для другого человека 150 лет удачи и до скорого удачи и Субтитры создавал DimaTorzok